Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я делаю видео, которое давно задолжала. Меня всё время просят дать советы по изучению иврита. Я, правда, такие видео выпускала, но давно, и я вам дам ссылку на эти видео. А сегодня я вам дам советы свои по изучению иврита. То, что делала я, то, что помогло мне в своё время выучить иврит. И я вот сформулировала 10 таких пунктов. Можно было, конечно, сделать и 9, и 11, но вот у меня получилось, как ни странно, круглое число именно 10. Я считаю, что иврит можно выучить в любом возрасте. Конечно, чем ты старше, тем медленнее продвигается изучение иврита. Память уже хуже и так далее. Но, тем не менее, выучить можно, я считаю, в любом возрасте. Всё зависит от вашего усердия и от вашего прилежания. Итак, давайте приступим. Первый совет. Начните изучать иврит уже до переезда в Израиль. Конечно, иврит вы наверняка не выучите, но всё, что вы не сделаете. Выучите буквы, выучите счёт хотя бы до 10, но если до 100, ещё лучше. Выучите несколько фраз обиходных, выучите пару десятков слов. Всё это очень важно. В общем, я советую начинать ещё до приезда. Хотя бы начинать. Второй совет. Старайтесь по приезде записаться в ульпан. Не пренебрегайте ульпаном. О важности ульпана мы поговорим в отдельном видео. Это всё-таки другой вопрос. Третий совет. Не зазубривайте отдельные слова. Это довольно бессмысленно и плохо запоминается. Гораздо лучше стараться составлять этими словами разные обиходные, которые вам могут потом пригодиться, предложения. Четвёртый совет. Слова и предложения обязательно проговаривайте вслух. То есть учите вслух, не про себя. Тогда у вас будет задействована слуховая память. Пятый совет. Слушайте, как говорят сабры, то есть те, кто здесь родились, для кого иврит родной язык. Тогда вы будете слышать, как правильно говорят и старайтесь с самого начала уменьшить свой акцент. Как это сделать, об этом у меня есть видео. Ссылку на него я тоже вам дам. Шестой совет. Иврит должен звучать в вашем доме. Как это сделать? Включайте ивритские каналы на телевидении, включайте радио. Пускай звучит ивритская речь в вашем доме. Она должна стать привычной вашему слуху. Ну и, конечно, вначале вы ничего не поймёте, но пусть она звучит. Вы в это время можете убирать квартиру, готовить, заниматься вашими делами. Но как фон пусть звучит иврит. Седьмой совет. Старайтесь слушать передачи не на русских каналах, а на иврите. Что вы можете слушать? Для начала смотрите мультики для самых маленьких, передачи для самых маленьких детей, потому что там очень простой иврит. Вы что-то поймёте, вы услышите. И вот это будет то, что вам действительно принесёт пользу. Восьмой совет. Читайте вывески на магазинах, читайте надписи в автобусах, читайте заголовки в газетах. Газеты во всех магазинах раздают сейчас бесплатно. Вы можете всегда взять домой газету и читать только крупные заголовки в ней. Для начала, конечно. Девятый совет. Разучивайте песни на иврите. Конечно, самому это сделать трудно, но если вы будете ходить в ульпан, там с вами, конечно, будут разучивать песни на иврите. И, на мой взгляд, это помогает изучению языка. Ну и последний, десятый совет. Как только вы выучите хотя бы пару десятков слов, начинайте разговаривать. Разговаривайте при любом удобном случае. С продавцом в магазине, с пассажиром, сидящим рядом в автобусе, с соседом по дому. И не стесняйтесь. Не бойтесь, никто над вами не будет смеяться. Здесь привыкли к неправильному ивриту. Ну вот и всё. Желаю вам успешного обладения ивритом. Вот и всё. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»